Интернет-журналист Андрей Цуканов В застенках спецприемника Андрей провел 18 суток Упекли его за решетку по указке Акима Алматы Ахмеджана Есимова Очень уж сердце чиновника больно ранили откровенные вопросы журналиста Не гоже, по мнению городоначальника, знать всем подряд, куда именно уходят народные деньги Ведь масштабная ложь гораздо милее простым алматинцам Валовый региональный продукт Алматы сегодня за прошлый год составил 5,6 триллионов тенге Или на душу населения 25 тысяч долларов Это уровень таких центральных европейских стран, как Чехия, Польша, Венгрия Значительно больше, чем, скажем, Болгария, Румыния Это уровень Южной Кореи Андрей Цуканов не впервые гостит в изоляторе Правдоробу уже не раз наказывали высокопоставленные лжелюбцы Ровно год назад журналисты также встречали у этих самых ворот Из калитки Цуканов выходил тогда уже прославленным яйцеметателем Снайперская точность, как и острота фраз журналиста Цуканова, бьют на повал Ныне бывший министр труда и соцзащиты Серик Абденов вышел тогда с пресс-конференции в яичном кляре Такой стала расплата за его глупые объяснения в связи с увеличением пенсионного возраста для женщин Ну я вышел из подъезда Здесь меня уже ожидали сотрудники полиции Примерно вот в двух шагах буквально от подъезда они стали меня крутить Схватили за руки и потащили к автомобилю Именно так началась пятница 21 февраля Андрей Цуканов вышел из дома, чтобы посетить отчетную встречу Акима Алматы Ахмеджана Есимова Разумеется, хотел задать пусть неудобные, но справедливые вопросы Но не смог Полицейские, грубо нарушая кодекс, скрутили журналиста и увезли в ДВД Там опять меня стали душить Один душить стал, другой мне как-то там руку тоже заломал В итоге получилось так, что из-за них я ударился об стол Там, когда они мне руки вот так назад сделали Я прямо об угол стола ударился Разговор с Андреем Цукановым был короткий Его обвинили в том, что не выполнял требований полицейских Каких уточнять не стали Судья молниеносно вынесла приговор 18 суток ареста Такая быстрота работы судей, как правило, связана с лаконичными и жесткими указаниями сверху Первый раз я, безусловно, убежден, что это было приказ Ахмеджана Есимова То есть, как бы, это типичная ситуация Те, кто пытаются попасть на его встречу, попадают в спецприемник В оправдание незаконных действий по задержанию Силовики предъявили жалобу водителя-убийцы Максата Усенова Тот обвинял независимых блогеров в клевете Якобы описанные ими VIP-условия его содержания в СИЗО Вымысел Только вот Цуканов, как ни странно, об этом ни строчки не писал Усенова просто использовали Скорее всего, он там под диктовку написал заявление в спецприемнике Написал там от фонаря мою фамилию И, ну, чтобы дать повод, как бы, ну, к таким действиям полицейских Вот На следующий день после ареста Цуканова в тот же изолятор на 15 суток Загремел и блогер Дмитрий Щелоков Он поплатился за то, что пошел в суд освещать процесс Над журналисткой Диной Байдельдаевой Подсказку Есимова! С Вывану, блогера! У меня была уверена, что сейчас меня отпустят Потому что, ну, это же уже позорище То есть меня через шесть дней после того, как без суда закрыли спецприемник За видео, просто за попытку взять комментарий Сейчас оба блогера на свободе Андрей Цуканов составляет исковое заявление в суд Хочет доказать, что карманные властям силовики Творят в Казахстане правовой беспредел В качестве возмещения морального вреда намерен потребовать 1 миллион тенге Субтитры создавал DimaTorzok